Вы знаете, я все больше думаю о том, что нам надо провести ревизию всего того, что у нас есть в ОДКБ. Это относится и к Евразии, и даже к Союзу Беларуси и России также относится. Надо посмотреть, что нам надо, что не надо. Надо отбросить то, что мы там подработали, то, что не может и не будет никогда работать, и оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в случае в таком характере конфликта, такой реагирование, такое, ну как, допустим, Азербайджан, Армения. Как реагировать? Нигде не прописано, как придумаем. То же самое на границе Таджикистана, Кыргызстана. С учетом реалий надо все прописать и железно договориться. В таком случае мы действуем вот так и так. Надо ревизию проводить. Очень много приняли решений, которые не работают и работать не будут. В связи с этим нужна ревизия, но нужны предложения, как потом будем действовать. Все равно когда-то мы этим займемся. Вот я хочу предложить, забегая вперед президенту России, выстроить программу действий из опыта Советского Союза. Вы помните, мы под гнетом были. Никто нас не жаловал. Нас пытались удушить. Но мы в каком-то отношении, замкнутые в своих границах, прекрасно работали. Мы были самодостаточны. Надо понимать, что и Беларусь, и Россия, да, скоро и вас пристегнут к нам в плане этих санкций. Мы должны это пространство отстроить, выстроить планы, чтобы мы могли быть самодостаточными. Чтобы нас через доллар и еще через какую-то валюту не ставили постоянно на колени. Нам надо выработать план внутреннего развития нашего пространства. Прежде всего, Россия и Беларусь, коль мы оказались в одной лодке. А так мы все время чего-то делаем и оглядываемся, то на восток, то на запад. Как нам жить дальше? И можем ли мы жить без востока, без запада? Надо использовать опыт прошлого, чтобы обеспечить жизнь нормальную в будущем нашего пространства. Потому что у нас единый экономический рынок. Да и куда денемся? И на сегодняшний день единое оборонное пространство.